Он сильно обесценен. Это вот из-за огромного количества поделок. И когда привозили плохого качества, что-то там шаманили его, да, и продавали. Есть куски янтаря, которые стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов. В обозримом будущем, ну, в пределах лет 200-300, янтарь будет вообще самый дорогой кабель, который есть. Привет! Всем привет! Константин, здравствуй! Здрасте! Наконец-то на канал что-нибудь полезное запишем. Да. А то ты совершенно тут сидишь бесполезно вообще. И никакого проку не притратишься вообще. А я с тобой вот о чем хотел поговорить. Ну, кто не знает, я-то в курсе, может быть, вы не в курсе. Константин, мало того, что знаток Юго-Восточной Азии, ее этнографии и антропологии, он еще несколько лет немножко занимается драгоценными камнями. В качестве бизнеса. Сначала у него это было хобби, а теперь вот приносит некий доход. То есть, профессиональное занятие такое. Да. А я как раз об этом хотел поговорить. Маленькое вступление. Просто я считаю необходимо об этом сказать. Почему? Потому что это в моей, в моем интересе, в карьере моего интереса внутреннего очень неожиданный зигзаг. Я прям даже не думал, что мне когда-нибудь вообще это станет интересно. Кто-нибудь, если хоть чуть-чуть следил за моими успехами или неудачами, знает, что я вообще-то с каких-то там, а, собственно говоря, с прошлого века еще занимаюсь в основном материальной культурой. Это правда, с прошлого века занимаюсь материальной культурой средних веков и конкретно оружием. И я постоянно, вот читаешь или читал, или сейчас читаю какие-нибудь источники или литературу современную, и у тебя постоянно втемяшивается какая-то такая информация, что у такого-то герцога там в шлем был вмонтирован бриллиант. Ну, алмаз, понятно, не бриллиант, конечно, алмаз. А в корону такой-то императрицы вставили такой-то камень. Навершие такого-то меча, их, кстати, много таких, ну и как много, они присутствуют, сделаны из цветного камня. Ну, это да, отвечаешь, думаешь, ну я же знаю, что такое алмаз, в конце концов. Да, знаю. Я знаю, что такое. Алмаз – это такая белая стекляшка. Да. Я даже их видел в музее неоднократно. Даже, более того, некоторые руками трогал. Смотрите, и зубрут, знаешь, такой зубрут? Знаю. Да и вообще как, ну и все. И на этом, в общем, интерес заканчивается. Потому что я прочитал, что, значит, есть бриллиант, я прочитал, что есть цветной камень в навершии, или прямо драгоценный камень, вмонтированный в навершии. Там, пояс, скажем, из камней, корона из камней. Ну, все. Точка. Дальше продолжаем заниматься материальной культурой. И тут буквально совсем недавно, наверное, меньше года прошло, да полгода, наверное, я вдруг такой подумал, что я вот занимаюсь материальной культурой, прям профессиональной. И знаю, неплохо, а оружие так вообще, как мало кто, без ложной скромности совершенно, оружие и доспехи. И я вдруг понял, что у меня огромный пробел, гигантский просто пробел в деле цветных, драгоценных, полудрагоценных поделочных камней, которые вообще-то в средние века, да и в древности составляли огромную часть культуры. Особенно образцово-показательной, аристократической, воинской. Да и не только, многие хотели быть похожим на аристократов, воинов, поэтому носили тоже или камни, или более дешевые камни, или подделки под камни. Короче говоря, очень глупо заниматься материальной культурой, вот настолько глубоко, как это я делаю, и не поинтересоваться просто этим огромным пластом. Подделки, вернее, познание в науке камней логии. Камней логии, точно. Вот, а по поводу материальной культуры, это очень странно, да, что ты обошел как-то этот момент, потому что открываешь любой справочник по любому материальному пласту какому-то, не знаю, там, начиная с Греции и заканчивая с Египта начинает. Да нет, даже нет, на самом деле, начиная с верхнего палеолита, если уж быть точным совсем. И ты везде обязательно тыкаешься на те или иные драгоценные, полудрагоценные камни, всегда, вообще, в принципе, и без них никак. Любые украшения, оружие, особенно вот эпоха, которой мы с тобой в последнее время занимаемся, англосаксы, да, героическая эпоха, так называемая. Эпоха Венделя, 6-9 века, там все в камнях. Так вот, получается, что, о чем мы хотим сегодня поговорить? Я знаю про камни, да, ты знаешь про историю. Я про это у тебя кое-что хотел потом повыспросить, точнее, не потом, а сегодня, чуть позже. Да, но дело в том, что на добыче и на торговле драгоценными камнями всегда образовывалась куча каких-то интересных моментов, историй, сложностей, там, войн, союзов и всего остального. Вот я думаю, что ты можешь нам рассказать какие-то немножко подробности. Потому что я знаю, что их добывали вот тут, да, и продавали вот сюда. А там же по дороге происходило куча всего, там же целая политика и, наверное, и резня, и чего только не было вообще. Много всякого интересного. Масса всего интересного, разумеется, ну и самими камнями, кстати говоря, как мы знаем, происходила масса интересного. Просто почему-то я эти интересные моменты-то, ну, многие помню хорошо, про некоторые просто слышал, но никогда не придавал связи произошедшему самим камнем. Потому что где-то было категорически почему-то неинтересно, я не знаю почему. Давай немножко придадим. Давай придадим. А я, собственно, вот о чем хотел порасспросить. И со своей стороны, возможно, кое-что интересного рассказать. А именно про один из, на мой взгляд, на мой взгляд, страшно недооцененных, драгоценных... Даже не знаю, он считает, драгоценным камнем были или нет. Короче, драгоценных камней, которые называются янтарь. Вот сейчас я тебе расскажу. Смотри. Во-первых, это как бы не совсем камень. Да. То есть это каменевшая смола. То есть как опал. Да, как опал. Да. То есть вроде как камень и вроде как не камень. Все, что каменевшее, это вроде как камень. Да. Значит, во-первых, само понятие драгоценной, полудрагоценной, оно не международно. как договорились это так точно именно как договорились очень яркий пример те пожалуйста есть такой камень шпинель он бывает самых разных цветов на картинке прикрутим до немножко он очень чистый он может стоить миллионы долларов например в короне английской империи до или где вместо рубина оказалось что это шпинель английский британской империи да то есть много веков все думали там по центру такой стоит рубин многие думали что рубин это рубин а недавно сдали на гемологическую экспертизу оказалось что это шпины и стоит она очень дорого допустим шпинель красная может стоить запросто там 10 20 30 а то и 50 тысяч долларов за карат зависит от размера камня если камень крупный то каждый его карат стоит в десять в двадцать в пятьдесят раз дороже чем такого же цвета но маленький и есть такая шпинель я микрости показывал дарки я бы я только вот такая светящаяся только зимами показывать лодкин называется или родленой стоит от 10 тысяч долларов опять же это там 07 карат кусочки находят самый крупный который там реку более менее часто встречается это где-то 1.2 карата то есть это прям совсем такие пупырчики да если найдут пяти или десяти каратник он будет стоить сотни тысяч долларов а то и миллионы и вот как бы этот камень в россии по законодательству считается полудрагоценным то есть это не драгоценный камень прикольно в россии а во всем мире допустим в том же таиланде или европе он считается драгоценным а есть например наоборот если какой камень александрит тоже знаешь да он слышал только розовый то зеленый то фиолетовый то розовый он в зависимости от электрический свет или солнечный он меняет цвет света в россию считается драгоценным а допустим в тайване нет поэтому драгоценные подрагоценные камни это исключительно только вот как поговорить внутри и между собой принтер я что хочу сказать на самом деле он не недооцененный недооцененный тот который добывают знаешь по тоне в день я только об одном сейчас говорю недооцененный в сознании российского обывателя потому что для нас янтарь это бабушкины бусы самые копеечные дешевые и подарить своей девушке молодой юной красивый янтарные бусы это просто но это такое вообще залет давайте про янтарь скажу янтарь и у нас такая же точная история получилась гранатами янтарь много добывали в привалтике еще в украине очень много добывали в советском периоде гранаты в огромном в огромном количестве добывали в чехии это все беспрепятственно и легко подавал советский союз поэтому во-первых очень быстро прям моментально сразу наводили умные люди наводили подделки их очень много их просто ну завалили весь советский союз подделками а из чек простой где-нибудь знаешь там в провинции живет никогда не видел натурального ему он не может положить рядом натуральный ненатуральный сравнить ему показали как смотри это янтарь он блин ну как-то некрасиво выглядит но вроде так книжках его носят все считается это круто ну ладно я тоже буду носить то есть получилось так гранаты сразу начали красить обрабатывать янтарь отливать какой-то смолы эпоксидный и там находят некачественной порист и весь дырках его заливают этой эпоксидкой пикут греют там миллион способов обогораживания поэтому янтарь именно и гранаты глазах советского а потом и российского человека он сильно обесценен это вот из-за огромного количества подделок и когда привозили плохого качества что-то там шаманили его да и продавали но на самом деле скажу что есть куски янтаря которые стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов саша 3-5-7 миллиона он самый древний он датируется 600 миллионов лет до нашей эры там много инклюзов так называемых включений да во-первых он сам по себе черный очень красивый да очень богородный цвет во вторых там есть древние ящерки и муравьи и богомолы осы пчелы и они очень сильно отличаются от наших от того что видим сейчас мы вокруг вот значит балтийский интерьер вот вот такие инклюзы какие-то крутые например недавно нашли динозаврик маленький бегал хвостиком попала выливать смола еще не застыл он попал хвостиком и собственно его кто-то сожрал динозаврик и хвостик остался это все окаменело так вот хвост весь цветных перьях естественно стоит очень дорого коллекционеры по всему миру скупают у меня есть бангкоке знакомый коллекционер он из англии он миллионер он охотится прям в бирму организует экспедиции они туда ездят и этот янтарь с инклюзами там ищут скупает у местного населения мест населения тоже не дураки знаешь они просят большие деньги за это вот поэтому янтарь просто мы при нем мало знаем вот так получилось да я ответил на вопрос да я причем в конце нашего беседы я я бы сказал по моему мнению даже не мнению это по-другому называется прогнозу по моему прогнозу в обозримом будущем но пределах лет 200-300 янтарь будет вообще самый дорогой кабель который есть почему а я расскажу потом конце если ты не забудешь мне напомнить хорошо вот у меня есть такой такой вот мой прогноз что дороже янтаря вообще ничего не будет а я собственно связи с янтарем о чем хотел сказать о путях его распространения это один польский археолог материаловед и вообще знающий человек ежевилевский он написал книгу которую назвал янтарные пути римской империи вот это мне очень интересно вот вообще огонь это прямо такой очень хороший термин янтарный путь потому что мы знаем великий шелковый путь пути звали как греки волжский путь вот теперь пожалуйста янтарный путь это прям так очень яркое название мне нравится термин хороший да и вдруг я я понял что я же про него много знаю в связи с тем что я вообще не интересовался камнями как таковыми но я интересовался археологии всегда я вспоминаю что смотрите вот я был в египте смотрел там в музеях всякое да и в интернете этих картинок полно например нагрудное украшение коронационное судя по всему фараона туттанхамона это 1400 1392 год до нашей эры да вы все слышали туттанхамона бусы с добавлениями не знаю как назвать эту штуку там есть такой здоровенный скоробей у него сидит прям вверху снизу такие бусы мощные вот там есть здоровенные куски янтаря причем это янтарь конкретно калининградский где находится калининград современный и где находится египет но это сейчас нам кажется рядом если мы на карту смотрим там вот столько места на самом деле по тем меркам это за территорией вообще обитаемого мира мира за территории на то есть это надо покинуть мир еще там месяцок куда-то ехать за миром может и не месяц потому что вообще янтарь в украшениях начинает появляться и вообще находки ему в обитаемых местах там где есть стоянки людей с верхнего полиолита вот появляется янтарь янтарь как ты правильно заметил появляется в самых разных местах есть карпатский янтарь есть прибалтийский янтарь прибалтийский Пинталь бывает вообще разный, потому что его много добывали и добывают до сих пор в Ютландии, то есть в Дании. Добывали его на берегу Финского залива, то есть там, где теперь находится город Ленинград, Санкт-Петербург. И более того, и сейчас там его можно найти. Правда, там все, что можно вытащить, вытащили вообще. Ну, ясное дело. Там не осталось ни хрена. Ну, то есть, да, до сих пор какие-то кусочки там есть. Я сам неоднократно в детстве находил какие-то там такие, такие. Ну, в общем, всякие. Что-то находил. Да. И очень богатые, да, в Польше, конечно, есть. Есть даже в Голландии янтарь. Опять же, когда я говорю есть, я говорю сейчас про древность. Сейчас этого всего там или исчезающе мало, или оно уже не представляет никакой ценности, потому что все ценные уже вытащили. И вот по морю, вот в том районе, где находится современный Калининград, там прям янтаря. До сих пор очень много его там, до сих пор промышленно добывают и никак не могут весь добыть. И он там крутой. То есть, у Тутунхамона был конкретно вот наш Калининградский янтарь. Это однозначно совершенно выяснено при помощи методов спектроскопии. Он именно из той самой смолы. Любой камень, вообще любой, и в том числе окаменевший янтарь, определяется элементарно регион происхождения. Даже конкретно вот там с точностью практически до километра можно определить. Так точно. Да, и что характерно, мы-то опять же знаем из археологии. Египтяне, посмотрев такое дело, все захотели себе янтарь. Есть, есть. Потому что он у государя-императора янтарь есть, и мы тоже хотим. Сначала аристократы все затаскали янтарь, а потом и все остальные. Конечно, находчивые люди. Но вы представляете, это как по нашим меркам сейчас летать на Уран. Ну, далековато. Вот. Это ехать куда? Крестом? Ну, фактически. То есть, повторюсь, это для 15-14 века до нашей эры, вот правильно сказал Константин, за границами обитаемого мира. То есть, что там находится, не знает никто. И вообще никто не знает, есть ли там что-то. То есть, понятно, что сами египтяне туда не катались. Но связываться с какими-то купцами, которые связываются с купцами, которые связываются с купцами, которые знают каких-то варваров, у которых есть родственники, которые живут на берегу Балтийского моря, чтобы вот так через 15-15 купить янтарь, это очень дорого. Понятно, что почему он образовался в украшении лично фараона, потому что у него денежки водились. Эксклюзивно. Да. Египетские парни, а может и не египетские, короче говоря, средиземноморские парни находчивые, очень берут, догадались, что они дальше могут. Смолу намазывают ее на какой-то маленький камус. Мы делаем под солнцем, на ракушку, под солнцем. Потом еще намазывают, снова, короче, эпоксидную смолу делают практически. Потом как-нибудь там красят, обжигают, короче, чтобы цвет придать. И продают его египтянам. А они радостные покупают. А он потом, конечно, через некоторое время, причем очень быстрое время облупляется весь. И понятно, что это никакой не янтарь. Но вот каких-то они очень доверчивых людей разводили, как чай в стакане. Но если человек не видел никогда настоящего, ему покажут. Смотри, вот он так выглядит. А как ты поймешь, ты и купишь, ты как бы никак не поймешь. Конечно, конечно. И вот стали янтарь, вот прямо с этого времени, а конкретно еще раньше. То есть это вообще с 16 века до нашей, 16 век до нашей эры, стали возить янтарь к Средиземному морю. И мы находим янтарь, вот во-первых, в Египте. Во-вторых, Генрих Шлибон, когда, ну как говорят, раскапывал, давайте уж скажем честно, грабил после Трои Минойскую цивилизацию. Вот он там нашел прямо гробницы с украшениями, опять же, из прибалтийского янтаря. Опять же, это все определяется методами спектроскопии. Мы точно знаем, из какого места это все вытащено. Это все из Каленинграда. Там почему-то считал самый лучший, самый красивый янтарь. Он там был выход наружу. Просто и все, как бы. Его не надо было копать. Он там просто лежал и можно было прям собирать. Нет, просто как. Его можно было тогда собирать и на Карпатах гораздо ближе. То есть значительно ближе. А, красивый имеется в виду по чистоте, по цвету. Да, это уже зависит от, знаешь, там, какие деревья, какая была вода, какая щелочность в воде была, чем засыпало. Его же должно было засыпать, чтобы он в вакууме окаменевал. Да. Чем засыпало конкретно? Каким песком, с каким содержанием каких минералов. То есть, ну вот там микроусловия были созданы такие, чтобы он стал, допустим, чистый. И с таким золотистым, и с уходом в черный оттеночком. Это было красиво. Так вот и все. Ну, то есть, вот люди посчитали, что красиво Клининградский янтарь, а Карпатский как-то дешманский выглядит. Некрасиво, да. То есть, а могли бы по-другому посчитать. Ну да. Никто бы не помешал. Ну и вот, вдруг выяснилось, что это прям товар-товар. И да, конечно, в 16, 15, 14, 12 веке до нашей эры его пребывание в средиземноморской цивилизации в общем нечастое. Ну, оно не могло быть частое. Почему? Потому что не было прямой торговли. Да. Это очень далеко по меркам того времени. Это через, там, 500 рук. И еще не факт, что эти самые эсты в 16 веке до нашей эры соображали, что нужно этот янтарь конкретно собирать, за ним охотиться. Ну, случайно достали красивый камень. Приходят к ним торговец и говорят, а мне бы вот эту штуку. Они говорят, какую штуку? А зачем она тебе вообще нужна? Давай тебе сейчас он моржового клыка дам. Это же классная вещь. А что это стоит? Зачем это тебе? Мы вам тебе привезли телегу моржового клыка. Все. Торговля же не сдалась. Теоретически потенциальные продавцы пока не осознают его ценности, поэтому его не собирают, возможно, и не продают. Это мы знаем такие примеры. Причем мы же тут напарываемся на вполне конкретный феномен средиземноморской цивилизации. Это кризис бронзового века. А что за кризис? Ну, когда кончилась Олова. Ага, да, так точно. Это вот 12 век до нашей эры. Там был золотой век нашей эры, просто супер золотой век до нашей эры. Супер золотой век бронзового века. Это когда вот в легендах греческих, мы читаем там в легендах и мифах Древней Греции, у, например, того же Куна о некоем золотом веке. Это имелось в виду вот эти вот сто лет после битвы при Кадеше, когда Рамзес II фараон дрался с хетами и отрапортовал, что надрал хетам все, что нужно надрать, а хеты со своей стороны отрапортовали, что они Рамзеса надрали. И все заключили мир. И там сто лет в Средиземном море серьезных войн не было вообще. В это время Греция почти поголовно, ну, по крайней мере, в прибрежной своей части, почти поголовно грамотное линейное письмо. А, которое до сих пор не расшифровано, линейное письмо. Б, Египет весь грамотный, просто вот по всему течению Нила, где расселилась египетская цивилизация, все грамотные люди вымахивают. А, начали расти еще, да. В Египте до 180 сантиметров средний рост у людей. Это значит, что их кормят и не убивают. И даже, возможно, иногда лечат. Да, кормят, лечат и не убивают. Ну и вот наступает кризис бронзового века, когда иссякла олова. Это как если бы сейчас вдруг иссякла нефть. А олова основной поставщик в тот момент была Британией или это как раз потом Британия? Нет, Британия была, да, конечно, была один из основных поставщиков. Там конкретно Курнольские месторождения, то есть выходы прямо наружу, куда плавали финикийцы в Корнолл, в Южную Англию, они иссякли. То есть как, шахты методом добывать-то олова не умели, а вот то, что вот наружу подбирать, на земле, все собрали. Ну, по крайней мере, вот в товарных количествах. То есть олова стало поступать мало. Нет олова, нет бронзы, все, точка, приплыли. Олова поступала из Средней Азии, из Малой Азии, через Трою. То есть это на той стороне моря недалеко от Стамбула. Вот там Троя находится. Олова поступала, это была главная караванная дорога вообще этого олова. Поэтому все пожары Троя, которые найдены в количестве, все попытки штурмовать Трою, это попытки сесть на караванный перевалочный путь олова. На оловянную дорогу. Да, на оловянную дорогу. Ну и, конечно, когда такое творилось, а там реально творилось ужас, что творилось. Потому что, во-первых, грамотность сохранилась только в центральном течении Нила в Египте. Все, все остальные стали резко безграмотными. Одичали. Одичали. Потому что люди в основном занимались тем, что убивали друг друга. Опять же, очень долго, больше 100 лет. И, конечно, вот в это время, опять же, было еще и не до янтаря. Слушай, у меня вопрос. Ну вот появилась олова, появилась возможность производить бронзу. Бронзовые инструменты, они повышают очень сильно производительность труда. Ну вот олова исчезла. Почему не перешли к железу сразу? Не догадались? Железо не умели обрабатывать хорошенько. Потому что в это время железную практику имели только хетты. Ну такую нормальную, более-менее постоянную. И в Африке, я слышал. В Африке чуть позже. Ну да, там тоже бронзовый век перескочат вообще в одно красание. Почти все, не все, но почти все. Когда мы говорим про Африку, мы говорим про черную субсахарную Африку. То есть то, что не Египет, а ниже. Мы знаем, что в Египте бронзу знали и использовали. И Египет тоже Африка, мы тоже в курсе. Да. А вернуться обратно, допустим, к медным или, допустим, к каким-то продвинутым, но каменным инструментам. Это вообще невозможно. Это сокращение урожая. Это вообще невозможно. Почему? Потому что у вас уже есть большие армии, их нужно вооружать. У вас уже огромные делянки земли, которые нужно обрабатывать. Как только вы возьметесь опять делать все из меди или из камня, ну все, финиш. Приплыли. То есть вымирание. У вас просто развалится все, чем вы владеете. Все будут выживать, каждая своей семьей. Поэтому, я говорю, что исчезновение олова в Средиземном море, точнее не исчезновение, а сокращение его, это как сейчас, если бы исчезла нефть. Вот как только сейчас исчезнет нефть, вдруг такое произойдет, или ее станет настолько мало, что невозможно будет добывать в товарных количествах. Вся современная цивилизация вообще целиком погибнет. Отличает, да. Это будет коллапс жуткий, но правда нам это не грозит. Ну да. Вот так, а вот тут оказалось грозит. И да, стало недоукрашение. Вдруг прям очень резко. То есть и янтарь перестали возить вот на границе бронзового железного века. Да, через 100, там 150, 200 лет перешли к железу и снова завозили янтарь. И кто его стал возить-то в первую очередь? Точнее не возить, а возить, а? Я немножко дополню. Я немножко дополню. Смотри, стало недоукрашение, не согласен. Потому что правители, вожди, их жены всегда подчеркивали статус, всегда обладали таким свойством, как пафос и все остальное. Стало невозможным из-за постоянной резни и войн его возить. Вот так я думаю. Понимаешь, это я и говорю, торговать сложно стало. Потому что нестабильность, страшная нестабильность политическая. Тогда не нужно же ничего покупать. Можно пойти убить кого-нибудь и забрать у него все, что есть, включая понравившиеся тебе цацки. Вот это я понимаю. Цацки нужны всегда были. Нет, конечно. А другое дело, что подвозить их стало невозможно. Да, да, да. Когда наступил Железный век, все более-менее устаканилось. Вот образовались новые торговые пути. Точнее как, ожили старые торговые пути. И снова вдруг через Альпы начинает поступать в Италию в первую очередь янтарь. Прямо оттуда же с берегов Балтийского моря поступает он через транзит этрусков. То есть этруски, которые как раз занимали часть северной Италии, они крышевали торговлю. Причем через этрусков оно расходилось очень, прям очень интересными путями. Сначала, конечно, его гнали вот прямо на юг, совершенно зная точно, где его будут покупать конкретно. Его будут покупать на богатых портовых территориях приморских. То есть это что, нужно гнать его на юг Италии и в Сицилию. Почему? Потому что там финикийцы. Финикийцы очень богатые, они сами купят и куда нужно развезут. Вот потом стали его посылать на восток. То есть вдоль Адриатического моря, к Черному морю. Там оно попадало еще дальше на восток, попадало в долину Сырдарьи, не Сырдарьи, попадало в Ферганскую долину и дальше расползалось по Средней Азии. Это, по сути, повторяя, шелковый путь. Да, это именно конкретно шелковый путь. То есть это то, чем платили за шелк в том числе. То есть сюда пер шелк, а также специи и все остальные товары, которыми так богат Дальний Восток. А обратно шел в частности и янтарь тоже. Причем янтарь ценился очень дорого. То есть где была последняя точка распространения янтарных украшений, в том числе и прибалтийских? Мы это знаем точно. С пятого века нашей эры в Китай. То есть он конкретно пребывает в Китай. Его там археологически находят. А в это же время, одновременно, прямо в это же время, то есть когда мы говорим, вот это сейчас не про Китай, пятый век нашей эры, а до нашей эры, это седьмой, шестой, пятый века до нашей эры, прямо на берегу Балтийского моря начинают массово находиться этрусские товары всякие. Начиная с оружия, заканчивая бронзовыми украшениями. То есть это то, что этрусские передавали каким-то купцам, которые передавали это другим купцам, которые передавали наконец-то прибалтийским. Это век пятый где-то? Это шестой, пятый век до нашей эры. Возможно, даже седьмой век до нашей эры. Ну, это русские, это ты говоришь про наших. Это русские. Которые как-то русские. Да. Это русские, это один из тех субстратов, которые даст в итоге нам великую римскую, сначала великое римское царство, потом республику, потом империю. Этнически это кто? Вместе с латинами, но очень сложно сказать. Это, скорее всего, это были одни из потомков этого самого арийского расселения. Скорее всего. Ну, опять же сказать сложно, потому что народ полностью бесследно вымер и ассимилирован, переработан. От них остались только буквы. Все. Больше не осталось ничего. Причем, если буквы в латинском исполнении мы читать можем, то в русском исполнении ничего не понятно. Не перейдена до сих пор. Ну, там огромные сложности. Да, так вот. При этом. Все то же самое время Скорпат продолжали барыжить карпатским янтарем в том числе. Он назывался, прям конкретно, греки его называли скифским. Почему? Потому что, понятно, потому что его привозили именно скифы. Скифы, видимо, запалили, что вот эти вот желтоватые, черноватые эти вот камушки какие-то непонятные. Они всем нравятся почему-то. И вспомнили, что они как раз живут неподалеку, где можно их взять такие на Карпатах. А сами скифы очень сильно украшались гранатами. Да, очень сильно любили гранаты. А потом еще сильнее их любили сарматы. Вот сарматы дадут конкретно гранатовую культуру целую, в смысле украшений. Гранаты или имитирующие гранаты перегородчатая красная ямаль. Кстати, надо об этом тоже поговорить. Ну, это отдельно мы поговорим обязательно, конечно. И дальше вот этот момент, когда вдруг, вот прямо смотришь Балтика, и там находят сначала этрусские, потом греческие, или одновременно греческие, а потом римские вещи. Хотя казалось бы, где это все. Это значит, что это следы конкретно янтарной торговляшки. Это можно даже не сомневаться. Скажешь такое и прославешь сразу умным. Почему? Потому что ты попадешь прямо в точку. То есть, к уже римскому времени, ну, во-первых, это уже было далеко не граница обитаемого мира. Геродот, уже Геродот. А потом, естественно, ну, отец истории, понятно, грек. А потом и Тацит. Они прямо конкретно описывали, что такое берега Балтийского моря. Знали, какие народы там обитают. И отлично знали, что именно оттуда пребывает янтарь. И даже называли народ, который его добывает. Это Эстии. Вот Тацит пишет, что на востоке Свепского моря народ Эстиев обшаривает море и берег. И на отмелях единственные из всех собирают янтарь, который сами называют Глезом. Но вопрос о природе его и как он возникает, они, будучи варварами, не задавались. Ничего об этом не знают. Ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасывает море. Пока ему не дало имени страсть к роскоши. А у них самих никак не используют. А собирают они его в единственном, в естественном виде. Доставляют нашим купцам, таким же необработанным. И к своему изумлению получают у него цену. Вот так Тацит написал. И потом она приходит домой и такие, ахахахаха, дебилы. Смотри, ракухи, рыбьи какахи, шелтый какая-то камень. И нам за него платят. Странно, может попробовать рыбьего говна впаять, может тоже купить. А Эсты, которые теперь Эстония. Да. А сколько они лет там живут уже? Это как раз во времена Тацита. Тацит это 60... Его сочинение было написано в Германии. Это 60-е годы, правильно? То есть к этому времени Эсты уже были вполне себе. Это как раз к тому времени было из общего этого единства... Из него выделились уже к тому времени Балтийские народы, выделились германские народы давным-давно. И выделились те народы, из которых потом получат славяне. Как раз это вот к первому веку это уже произошло давно. То есть как давно? Это же получается, если у нас германцы, это вообще есторовская археологическая культура. То есть они уже точно выделившиеся были из этого самого общего... Европейского единства. Это получается у нас начало вообще... Это прям параллельность латынской культуры фактически. Вот. То есть веку к пятому до нашей эры эти эсты уже были, и они жили там, где живут сейчас. Я собственно об этом. То есть они почти коренные. Да. Они как коренные, там никого не было, пока они туда не пришли. Там просто никого не жило. На негидийский народ, который действительно может считать коренны. Фенаугры. С таким же успехом. Тоже, да? Да, конечно. Они первые, кто вообще заселил территории. Ну, по крайней мере, в представимом нам прошлом. Но не венгры. Венгры завоевали. Это же тоже фенаугры. Венгры тоже фенаугры, но это другая ветвь фенаугров, которые пришли позже. Да, так вот, дорога эта, янтарная, по которой распространялась вообще данная категория товара, была реконструирована по четким археологическим находкам. Вообще, очень недавно, конкретно, в 2000 году вышла книжка Ежи Виловейского про янтарный путь. Он прям прослеживает, как он шел из Прибалтийского региона, как он попадал через Рейн или через Вислу на юг. И как он, в конце концов, попадал в главный янтарный хаб тогдашнего древнего мира. Это аквилея. Это сейчас город на границе Италии и Словакии. То есть, это недалеко от Венеции, скажем так. Вот аквилея, это как раз был хаб, откуда вообще янтарь распространялся по всему. Там дальше потоки разделялись на восток и южнее дальше. Да, да, да. Или, наоборот, на запад, в Испанию. Там же тоже все хотели янтарь. Ну, все хотели везде, да. Причем аквилеи, судя по всему, были прямо не только центры скупки, но и центры обработки. Прямо там изготавливали некие украшения из янтаря. Или придавали ему то, что сейчас называется шлифовка-огранка, чтобы потом в виде такого среднего полуфабриката продать дальше. Потому что не всем нужно готовые украшения. Это называется pre-shape по-английски. А то, как его ограняют, называется кабошон. Кабошон. Такой, полусфера. Да, да. Вот, и если где-то к пятому веку нашей эры янтарь достигает точно в товарных количествах Китая, то где-то второй век нашей эры это Индия. То есть понятно, что это как раз Кушанская империя. То есть через скифов оно попадало непосредственно к Кушанам, то есть прямым родственникам. И дальше оно шло в Индию. Круто. То есть Афганистан, Пакистан и дальше в Индию шел янтарь. И он находит археологически. И, естественно, в отместку из Индии поступали индийские товары, которые находят на Средиземном море. Это как раз следы в том числе и янтарной торговли тоже. Ну, кстати, что с бирманским, я вам скажу, что бирманский янтарь, он очень глубокого залегания, поэтому его не добывали в то время никак вообще совсем. И не могли добывать. Да. Да, кстати, Геродот упоминает янтарь. Прямо называет его в своем сочинении знаменитом, которое называется просто история. Вот он пишет, что я не верю в то, что Ириданом, варварами, называется река, падающая в Северное море, откуда, как говорят, происходит янтарь. Кстати, янтарь, это была настолько знаковая для греков драгоценная вещь, что янтарем до сих пор называется один из основных вообще элементов мироздания. Потому что по-гречески янтарь это электрон. Круто. Я не знал такое. То есть, когда его терли, янтарь, он сильно намагничивался, и у него появлялся статический заряд. Например, там валычики поднимались, как это валитовые палочки. Шелк тянет, все были поражены, и вот дали ему название электрон. Собственно, как мы понимаем, электрон это то, что вращается вокруг атомного ядра. И это правильно, то есть правильно электрон назвали электроном, потому что первые свойства магнетизма были исследованы еще древними греками при помощи именно янтаря. В средние века, да, после развала Римской империи опять все накрылось. Понятно опять почему, потому что наступили темные века, и все, вообще все, которые можно разрушить торговые пути, в первую очередь, Средиземноморские были разрушены. То есть, Византийская империя насмерть сцепилась с персами, и она продолжала сцепляться до вообще 8 века, когда все это, даже как, 7-8 века, когда это все прекратили арабы-мусульмане, которые дали звездюлей одним и другим, разделили их вот так вот. А персов потом вообще и завоевали. Так вот, крушение Римской империи и ее экономических связей оказалось настолько катастрофическим, что по факту торговые пути восстанавливались до конца 11-го, начала 12-го века, и до конца полностью так и не восстановились. Но правда, конечно, в большей части смогли их восстановить. Ну просто как, раньше торговый путь был один, контролируемый одной силой, теперь появилось там 150 государств, и да, они вот стали обслуживать этот самый торговый путь. И до 11-го века янтарь, даже до 12-го века янтарь опять перестал вот попадать вообще. То есть, единственный, единственный способ получить янтарь в средние века, особенно в раннем средневековье и начале классического средневековья, это был путь из варяг в греки. Потому что из варяг, то есть, понятно, из Прибалтики янтарь по-прежнему по Днепру тащили в Византию. А византийцы потом продавали уже их всем подряд. Или, опять же, из Прибалтики янтарь попадал по Волге в Каспий, и из Каспии дальше в Персию, в Багдад, в Рей, и снова расходился на восток. Но, опять же, это все пришлось восстанавливать, потому что торговый путь, и волжский торговый путь, и путь из варяг в греки, это попытки нащупать обходную дорогу мимо очень опасного, нестабильного Средиземного моря, которое вместо моста превратилось в угрозу. И это восстанавливали, опять же, на излете раннего средневековья. То есть, седьмой век начала разведки, условно говоря, которую предпринимали викинги, седьмой, восьмой век, девятый, десятый век, это его расцвет и такое золотое, мощное функционирование. Конец одиннадцатого века, это конец этого великого пути из варяг в греки, потому что опять выстроили мост через Средиземное море. То есть, вот таким вот образом янтарь попадал и в Средиземное море, и распространялся дальше. Я был просто удивлен, узнав, насколько он дорого стоил. Я просто даже представить себе не мог, что эта фигня, эти вот бусики бабушкины, оказывается, были предметом международного экспорта, причем интерконтинентального. Он шел и в Африку, и в... То есть, по всей Евразии фактически. Ну, только вот в Австралию, в Америку он не впадал, по понятным причинам. А так во все остальные места он попадал. А когда берманские стали раскапывать... В индустриальную эпоху. То есть, совсем недавно. Потому что он глубоко очень. А, ну, понятно, да. И вот под конец я бы хотел таки дать свой прогноз, почему янтарь в обозримом будущем станет самым дорогим камнем вообще. Ну, если мы его камнем признаем. А какой вопрос? Давай-ка сначала его. Давай. Смотри, я как-то у историка у тебя давно хотел спросить. Сам... У меня есть версии разные, да? Но, как бы, четкого какого-то сформулированного ответа научного у меня на эту тему нету. Почему люди, как только получили возможность украшать себя совершенно бесполезными вещами с точки зрения производства... Да, да, с точки зрения производства продуктов питания, там, защиты, охота, да, это вещи бесполезные совершенно. Почему люди сразу стали это делать, и они прилагали просто огромные затраты временные... Люди прилагали нечеловеческие усилия. Да, то есть, даже мы берем супер-мега там какие-то еще периоды каменный век, да, совсем вообще, люди еще дикие. У нас есть данные, что вот жили люди на берегу какой-то реки, ракушки собирали, сверлили, вешали, носили, это понятно, ладно. Ну, хотя тоже, зачем себя украшали, вот откуда вот это вот украшательство появилось. Это первая часть вопроса, вторая часть вопроса. А потом они узнали, что там за 200 километров вот туда, в другой реке, эти же ракушки... Другого цвета. ...более чуть синеватого оттенка, и они стали, они ходили за 200 километров туда-обратно, а там львы и тигры, гиены, злые дяди другие, они все это собирали, приносили, дарили там какой-то вождю или вождейце, да, сверлили и носили. Вот как бы зачем такие огромные усилия, зачем это надо с точки зрения психологии и эволюции вообще? Слушай, это понятно, что человек, это совершенно особая форма материи, я имею в виду не человек, а общество человеческое. Это, как бы мы сказали, пятая форма материи. Есть твердая, газообразная, жидкая, четвертая составит материя – это плазма, и пятая составит материи – это мыслящее человеческое общество. И мыслящее человеческое общество вообще сложилось только как нечто исследующее, во-первых, и преобразующее, во-вторых. То есть мы не являемся вполне людьми, скорее всего вполне не являемся людьми, если мы не познаем, не преобразовываем. Мы обязаны это делать, это наше имманентное свойство. Отсюда, например, возникает, какого лешего в каменном веке рисовали на стенах пещер сцены охоты. Причем очень круто рисовали. Многие наши эти самые авангардисты, экспрессионисты, они прямо плачут горькими слезами, глядя на эти настенные росписи. Очень круто рисовали. А картины иногда просто огромные. Тратили неимоверное количество времени на то, чтобы добыть каких-то красок. Во-первых, сам... Охру из того, что наш каменный... Конечно. Во-первых, сообразить, что ее нужно истолочь, конкретно вот эту. А потом применить ее вот таким вот непроизводительным образом. Потому что человек, узнав, что такое красиво, как ему показалось, ну не знаю, вот как будто ракуши казались красивыми, вот могли показаться красивыми зубы акулы. Ну, например. Вот. Он начинает преобразовывать вокруг себя мир. Таким образом, в том числе. Это абсолютно нормальное имманентное человеческому обществу свойство. Почему? Потому что как только человек стал идентифицировать себя как человек и часть общества, это очень не вдруг произошло. То есть, с началом производства орудий труда изначально. Ну, это понятно. Сначала он просто производил орудия труда. Потом из этих орудий труда у него появился хоть минимальный, но досуг. То есть, у него хватало еды и ресурсов для физического выживания. Да. И он начал преобразовать любой вообще мир вокруг себя, в принципе, в том числе и то, что он считал красивым. Понятно, ему нравился цветок какой-нибудь. И он хотел сделать себе такой же. Ну, или что-то, чтобы ему об этом напоминало. Цветок быстро сдохнет. Это большая проблема. А если ты камнем работаешь или ракурсом хотя бы, то вот она будет примерно такими же переливистыми цветами играть, как этот цветок, только она куда более долговечная. Вот и поэтому это тоже является частью преобразования мира. То есть, желание выделиться и быть красивым, украсить себя, оно же с точки зрения выживания и практики, оно совершенно... Нет, оно как раз очень сильно привязано к выживанию. Потому что, если дяденька имеет много этих самых бус из ракушек, там зубьев, акул и прочее, это значит, что, во-первых, у него руки из нужного места растут. Во-вторых, у него много времени свободного, чтобы это все сделать или купить. Значит, он хорошо охотится. А значит, к такому прекрасному парню потянутся самые лучшие тетеньки. И наоборот, если тетенька так замечательно, красиво украшена, на нее быстрее дяденька посмотрит. И таким образом шансы передать свои гены в будущее резко повышаются. А почему на нее быстрее посмотрят? Ну, потому что всем кажется, что это красиво. Это, опять же, как ты сказал про драгоценные камни, продукт общественного договора. Потому что, почему вообще все решили, что драгоценные камни это красиво? Черт его знает, почему это красиво. То есть, никакого объяснения вообще не существует. Это красиво, потому что мы так считаем. Все, точка. То есть, вот я... Кому-то, например, какому-нибудь инопланетянину, который прилетел бы сюда, показалось бы, что офигенно красиво. Это вот плитка, которую в бордюры Собянин укладывает. Вот, это вот тема. А камни эти ваши драгоценные нафиг вообще не нужны. Смотри, я понял так, сейчас скажешь, правильно или нет. Что если у всех ракушки беленькие, а у одного дяди синенькие, это значит, что он сгонял за 200 километров туда-обратно. Ну, или смог напрячь кого-то. Или смог кого-то напрячь. Но при этом он не умер с голоду. То есть, он еще успевал когда-то охотиться, значит, он охотится очень ловко. Да. Именно так. Вот прямо видно, что у него есть досуг и ресурс, чтобы... И он это грамотно совмещает. Да, чтобы у него это все произвести. Значит, это завидный жених. Вот, жених завидный. Вот и все. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, мы опять же очень сильно находимся под грандиозным давлением современной и вообще производящей цивилизации. Это важно. Потому что мы, видимо, это уже эволюционный отбор какой-то имеет место. Почему? Потому что мы в производящей цивилизации живем тысячелетия. То есть, уже какие-то даже с точки зрения эволюции, наверное, успели произойти генетические выборки. Просто как? Человек, который не живет в производящей цивилизации, который живет охотой и собирательством, досуга имеет гораздо больше, чем человек в любом производящем обществе. То есть, категорически. Ну, я имею в виду в нормальном состоянии, когда у него все в порядке. И с охотой, и с собирательством. То есть, зверь не ушел, засухи нет. Потому что, если зверь ушел и не засуха, они просто все умрут. Ну да, досуга тоже не будет. Это все закончится. А если все в порядке, у охотника и у собирателя досуга гораздо больше. У него есть гораздо больше времени, чтобы заняться чем-то красивым. Потому что, заметь, как только начинается производящая цивилизация, очень резко вот это изменение мира в осмыслении и изменении красивого, оно или исчезает надолго, или сосредотачивается в очень узких руках. То есть, как раз у тех людей, у которых только есть досуг, чтобы этим заниматься. Потому что все остальные вынуждены сапать. Целыми днями сапать. Они только сапают и умирают от болезни, которые почерпнули у собственного скота. Сапать – это обрабатывать землю. Сапать – это есть рыть. Да, рыть. Так, окей. Понятно. Давай вернемся, почему янтарь будет дорогим. Я как марксист и материалист, я все время мыслю, во-первых, материальными вещами, а во-вторых, вещами, которые связаны с прогнозами хотя бы лет в сто. Потому что у марксистов все же по плану должно быть правильно. А какой план, если ты хотя бы сто лет не сможешь описать? Ну да. Ну вот, в течение 100-200 лет мы обязательно полетим сильно в космос. Очень сильно полетим в космос. И этот космос будем тоже познавать и изменять. И на всяких астероидах и прочее мы обязательно найдем драгоценные камни. Причем драгоценные камни очень хорошие, лучше, чем здесь. Вот такенные. Вот прям такенные драгоценные камни. Это тоже разведано, да, что там на каком-то астероиде он весь в бриллиантах полностью. Да-да-да, тут ты прав. Об этом я даже, кстати, не думал никогда. А янтаря мы там не найдем. Янтарь и опалы мы там тоже не найдем. Потому что это биологического... Это камни биологического происхождения, скажем так. То есть, чтобы получился алмаз, нужно, чтобы долбанула где-нибудь звезда. И под огромным давлением там спекся углерод. А это каждый день спекся? Это да. А чтобы получился янтарь, нужно, чтобы долбанула звезда. Потом из протопланетной туманности сложились планеты. Потом где-то на одной из миллиарда планет появилась жизнь. Там умерло дерево, дав изрядное количество смолы. И потом эта смола, чтобы под очень уникальными условиями каменело 100 тысяч, там 500 тысяч, миллион лет. На астероиде такого не добьешься. Я же очень ловко-то придумал. О как. Да. Спасибо большое. Очень было интересно. Я надеюсь, мы разберем как-нибудь с тобой гранаты. Потому что это можно очень интересно привязать к археологии, к истории, показывать много картинок. И вот вся торговля, она тоже. Потому что все знают, что у германцев, у франков, англосаксов, вообще у всех, у скифов, у сарматов было все в гранатах полностью. Где они их брали, за сколько покупали, кто кому продавал, какие там сложности были. Мы не в курсе вообще. Что характерно, когда гранатов стало всем не хватать, а всем хотелось, чтобы ты весь был в красном, вот такого там, сияющем, все стали использовать перегорочитую красную эмаль. Белорусский гранат, знаменитый. Все, спасибо. Спасибо. Заходите к нам еще, Константин. Поговорим в следующий раз про гранаты. Если учитывать, что это мой дом.